Здравствуйте, мои дорогие! С вами Анучин Олег. И это небольшое дополнение по поводу причин сложности. Когда сложность решения исходит от другого человека, то очень часто за этой сложностью стоит личная выгода. То есть не та запутанность, о которой мы говорили в предыдущем видео, а именно личная выгода, которую он осознает, но от вас ее скрывает. Причем это может делаться и через своих подчиненных, так сказать, подчиненные будут использовать сложные решения, или зависимые от него люди будут использовать сложные решения, но даже не зная, то есть он будет использовать, например, в темную, как происходит, например, с медициной, то есть как бы что везде повсеместно используются лекарства, хотя были и есть и остаются технологии оздоровления без лекарств, с помощью какой-то терапии, массажа, пиявки, да господи, полно всего, травы какие-то, витамины, в общем, тьма тьмущая, всякие было решения, которые, в общем-то, работали. И вот, но, как бы, прочебная верхушка, она там заинтересована в доходах, ну, собственно, фармацевты заинтересованы в доходах, и, в общем, все становится сложно, да. Ну, есть и другие примеры, там, на каком-то таком простом уровне. Знаете, у нас, ну, когда ты создал компанию, которая занимается до сих пор программированием, автоматизации бухгалтерского, складкового, производственного учета, и вот мы, когда автоматизировали здесь у нас универсам, у нас на весь город было два универсама, но это вот где самообслуживание, там все вот это вот, в остальных магазинах не было самообслуживания, это вот сейчас вот мы так разбалованы всем. Значит, и вот мы их автоматизировали. И там был человек, который отвечал за программную часть, за компьютеры, за вот это все, и через него происходило это сотрудничество. И частью там проблемы большой, ну, это мы как бы с программистом обсуждали, с исполнителем, с нашим исполнителем. Значит, ситуацию вокруг колбасных обрезков. Вот, ну, знаете, колбасу получает она с этими схвостиками, а когда ее продаешь человеку, нужно обрезать эти колбасные обрезки. Ну, поскольку через универсам проходят там тонны этой колбасы, то разница набегает большая, да, то есть, как бы магазин, значит, получает там, например, тонну 200 килограмм, там, не знаю, 5 тонн 200 килограмм, а реализует 5 тонн, то есть, да, там 200 килограмм, или сколько там, или 10 килограмм, или 20 там, уходит на вот эту обрезку, да, вот, вроде бы что там, колбасные обрезки. Вот они колбасные обрезки. И набегает там довольно много. И что-то там вокруг этого так было много чего-то наверчено, такой какой-то был сложный там учет и какие-то такие сложные схемы. А, у них еще было так, тогда фермеры тоже им привозили, передавали, и было так, что фермеры соглашались даже с тем, что, ну, там, чуть-чуть больше вес, ну, ладно, там, ну, там, 205 килограмм, ну, пусть 200 будет, да, то есть, вот, как бы, ну, лишь бы сдать им и поехать дальше. Тоже излишки вот эти были. То есть, как бы, а с колбасными обрезками получалось так, что, как бы, вес закладывался в нормативы, то есть, что вы привозите, и вы, то есть, как бы, продаете этой колбасы меньше на какую-то сумму, да, то есть, вот, а эти самые, за счет этой разницы, да, у вас что набегает, то есть, у вас, как бы, ну, прибыток, что ли, да, с которым что-то надо делать. Ну, грубо говоря, уже заложено в этих, там, 5 тонн 200 килограмм, уже 200 килограмм эти заложены, да, теперь вы продавайте как хотите, да, а 200 килограмм уже вычтутся, на колбасные обрезки пойдут, уже вычтутся, ну, вот. И этот представитель этого универсама очень все было сложно, очень все было сложно, очень сложно, да, что же такое, мне это не могли понять, пока мне Дима не прояснил, что там, в этом отделе, в колбасном, работают женщины, основной состав, и они проблему, как решали этих излишков, потому что излишки остаются, у них, там, по концу смены, там, две палки колбасы. Они просто делили эту колбасу и забирали ее домой. Мясо там осталось какое-то, да, по смене, вот столько его мяса, ну, я даже не беру, там, обвесы, которые там случались, да, ну, в универсаме там даже, вроде, как и обвесов там, как бы не особо там было, то есть, потому что там все там по чекам, весы там печатали эти чеки, вот. Вот, значит, но все равно, вот, оставалось что-то. Женщины просто делили и забирали. А этот парень, как позже выяснилось, хотел сделать так, чтобы этот учет стал очень точным, а разницу, которая получалась, значит, чтобы все-таки каким-то образом была эта разница продана, получились каким-то образом деньги, и чтобы он деньги положил себе в карман, пользуясь тем, что он программист. Представьте, как вот он так хотел всю эту систему, уже сложившуюся, как-то так обмануть там, и еще и впал в немилость к этим теткам, вот, и еще и наш программист там с этими тетками попал тоже в контры. А за этим всем, за всей этой сложностью, которую мы реализовывали, которую мы пытались понять, которую мы пытались автоматизировать, стояла корысть вот эта, да, то есть человек, как бы, ну, хотел брать деньги себе в карман. И часто, когда приходят к вам со сложными решениями, вы чем дальше, тем больше вы видите, что какие-то сложности, 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 есть повод подозревать, что за этим стоит выгода, вот, кто заинтересован в этом, что он там получит, вам даже иногда не суждено узнать, да, но всегда нужно это иметь тоже вот в виду. То есть, да, это вот такое вот дополнение мое к предыдущему видео, потому что, ну, сложности, ну, там, те же витамины, сложности, какие сложности, нормы витаминов, не дай бог, значит, их это самое превысить, никогда не пейте витамины сами по себе, значит, только врач пусть вас проконсультирует по витаминам. Какой врач? У которого было там это факультативом, за, не знаю, там, 10 пар, может быть, максимум по витаминам было, по которым он даже оценку не получал, даже экзамены надо было сдавать. Вот этот врач будет вас консультировать по витаминам, он специалист по витаминам, увольте меня. Но везде вам говорят, не дай бог, не дай бог. И нигде вы не найдете, например, такой простой вещи, что не бывает как таковой передозировки какого-то витамина. Если вы какого-то витамина даете человеку много, то тот витамин, с которым он вместе работает, сообща, тот витамин тоже начинает расходоваться, витамин или минеральное вещество тоже начинает расходоваться в больших количествах, и возникает искусственный дефицит другого витамина. Вы начинаете давать много магния человеку, у него возникает понос. Если вы будете давать магния и витамин В6, а понос это признак дефицита витамина В6, например, да, поноса, у чуда, у человека поноса нет. То есть вы ему параллельно с магнием даете витамин В6. Или там человек пьет витамин В1 в большом количестве, у него выпадают зубы. Ну, хорошо, но если будет давать кальций ему в достаточном количестве, в нужной как бы пропорции, то у чуда у него все будет нормально. Или там, например, читал я заметку такую, как какие-то там исследователи в Австралии изучают такую особенность витамина В6, что от него человеку снятся сны, и они исследуют эти сны. Они специальную группу поиспытуемых набрали, они пьют, значит, витамин В6, им снятся сны, и они там как-то эти сны анализируют. Вот, пожалуйста, диссертация на ровном месте. Значит, ну фокус-то в чем? В6 работает вместе с витамина В1. Большие дозы витамина В6 вызывают искусственный дефицит витамина В1, а сновидение – это симптом дефицита витамина В1. Просто? Да, просто. Искусственные дефициты – просто? Просто. Если вы это знаете, просто принимайте любое количество витаминов в правильной пропорции. Но вместо этого все сделано сложным. Да, потому что получают корысть. То есть, да, ага, пойдите к врачу, значит, станьте там посетителем этого врача, вот, погланитесь ему в ножки, вот, а он вам скажет пальчиком ого-го, не дай бог витамин В1 будешь много пить, вот. А если вы не будете витамин В1 пить, то вы, кстати, попадете опять же к врачам с гастритом, с проблемами с желчным пузырем, с панкреатитом, еще с чем-нибудь. Неизбежно туда попадете. Но в врачебной медицине всей этой, всей этой конструкции медицинской интереснее поддерживать эту сложность, что все, нормы потребления, вот только вот это и больше ничего. Ну, это я как бы сел на своего любимого конька хаять медицину. Ну, хотя у нее есть плюсы, и плюсы эти важные, особенно травматология, родовспоможение, значит, какая-то оперативная помощь, да, когда там человеку действительно плохо, нужно там, чтобы по скорой там оказали ему там помощь и так далее. Это все очень важно, актуально, и, конечно, никто не будет отрицать. Возможность какие-то анализы сделать, выявить какую-то там особенности какие-то, там, это тоже очень-очень важно, конечно. Вот. Ну, пожалуй, дополнение. Ну, все, поставим на этом пока точку. С вами был Ильич Налек. Ставим лайки, подписываемся, если вам, конечно, понравилось. Задавайте вопросы в комментариях, если что-то, какие-то темы вас новые интересуют, вы их задавайте, я их, в общем, буду в следующих видео озвучивать. Всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok